Всем привет! Меня зовут Роман и вы смотрите канал Видеолепка. Сегодня я буду лепить новые фигурки по работам известного художника-иллюстратора Тревора Хендерсона. Первое существо, которое я буду лепить, можно причислить к огромным существам-гигантам или титанам, которых придумал Тревор Хендерсон. Называют это существо гигант с красными точками. Гигант с красными точками – огромное гуманоидное существо, почти полностью окутанное тьмой. У него две необычайно длинные вытянутые руки и толстые ноги. Как и следует из названия, на передней стороне его тела располагаются несколько красных светящихся точек. На изображении мы можем видеть всего 11 огней, некоторые из которых ярче других. Его точный размер в настоящее время неизвестен, примерно он может составлять 1 км. Гиганта с красными точками можно причислить к группе титанов или гигантов, которые пришли на Землю из параллельного мира со второй Луны. Вначале он просто бродил по Земле, но потом стал агрессивным. Как мы видим на картинке, гигант стоит, расставив руки в стороны и смотрит вверх. Кажется, что он смотрит на Луну. Складывается такое впечатление, что он поклоняется Луне. Возможно, он делает это для того, чтобы вызвать на Землю еще больше таких же, как он гигантов. Как и большинство гигантов, он использует свой огромный размер, чтобы вызвать хаос и разрушение. Красные светящиеся огни на своем теле он может использовать, чтобы запутать или дезориентировать своих жертв. Также есть предположение, что гигант с красными точками может испускать энергетические волны, которые также воздействуют на объекты при его атаке. Для лепки тела этого существа я использую черный пластилин. Также я использую алюминиевую проволоку для каркаса. Для туловища и ног я беру проволоку диаметром 1,5 мм. А для рук больше подойдет проволока диаметром 1 мм. Проволоку и инструменты для лепки я заказывал на Алиэкспресс. Ссылку вы сможете найти в описании под этим видео. Ребята, если вам нравится наш канал и вы еще не подписаны, то обязательно подписывайтесь и ставьте колокольчик в положении все, чтобы не пропустить следующие выпуски. Ну а тех, кто любит разные видосики с интересными распаковками, приглашаю на наш второй канал Роман Бенди. Ссылку на него также оставлю в описании. На теле этого гиганта около 11 красных светящихся огней. Сначала делаю небольшие углубления, а затем уже скатываю маленькие шарики из красного пластилина и заполняю эти углубления. Вот такой гигант с красными точками творения Тревора Хендерсона у меня получилось. Для своих работ иллюстратор и художник Тревор Хендерсон берет реальные фотографии и дорисовывает на них разных непонятных существ и монстров. А истории про этих существ и монстров придумывают фанаты его творчества. Следующему монстру, которого я сейчас леплю, фанаты творений Тревора Хендерсона дали имя Пожиратель Миров. Настоящее имя этого монстра – Охотник в темноте. Но так как это творение Тревора Хендерсона больше известно под названием Пожиратель Миров, мы его так и будем называть. Для лепки нужно много красного пластилина, а для того, чтобы его сэкономить, для внутренней части фигурки можно использовать любой пластилин темного цвета. У меня скопились остатки разных цветов, я смешал их вместе и получился вот такой темный, почти черный цвет. Пожиратель Миров – это космический монстр, созданный Тревором Хендерсоном. Впервые был опубликован в 2019 году. Пожиратель Миров выглядит как космическое существо с 13 глазами. Длинным хвостом и щупальцами. Это существо огромных размеров, приблизительно около 7,5 миллионов километров. На картинке изображен монстр рядом с планетой. Именно исходя из этого и можно примерно определить его размеры. Пожиратель Миров считается одним из самых больших существ во всей Вселенной. Он может уничтожать планеты, звезды и даже целые галактики. Пожиратель Миров может перемещаться в любом направлении в пространстве космоса. Его невозможно убить и он считается бессмертным существом. Пожиратель Миров может управлять самой материей на Вселенском масштабе. Есть предположение, что существо может питаться темной материей. Также есть легенда, что пожиратель Миров раньше был добрым существом, но однажды был заражен пожирателем паутины, после чего и стал пожирать планеты. Тело этого монстра вытянутое, состоящее из отдельных сегментов, примерно таких же, как у ракообразных. У него очень длинный хвост и множество конечностей, одни из которых представляют собой щупальца, а другие конечности напоминают ноги насекомого. Пожиратель Миров приближается к планете и обхватывает ее своими щупальцами, чтобы поглотить. Этот монстр похож на гибрид неизвестного насекомого, креветки, осьминога и пришельца из фильма «Чужой». Кстати, ребята, тоже можете написать в комментариях, на кого похож этот монстр. Продолжение следует... Продолжение следует... Тело пожирателя Миров готово, теперь я сделаю подставку. Фигурку я хочу расположить так, чтобы пожиратель Миров захватывал планету, то есть сделать примерно так же, как изобразил пожирателя планет и сам Тревор Хендерсон. Из пластилина терракотового и оранжевого цвета я сделаю планету. Вот такая у меня получилась планета, устанавливаю ее на подставку, ну а сверху уже будет располагаться сама фигурка пожирателя Миров. Из пластилина темно-розового цвета я сделал шупальца. Сами шупальца я укрепил проволокой диаметром 1 мм для того, чтобы они служили дополнительной опорой для фигурки. Два передних шупальца этого существа чем-то напоминают ветви дерева или рога оленя. Около пасти так же много мелких щупалец. Ну а теперь слеплю остальные конечности, которые напоминают чем-то ноги насекомого или краба. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак ребята, вот такой пожиратель Миров Тревора Хендерсона у меня получился. Субтитры сделал DimaTorzok Огромное спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Не забудьте поставить лайк, а так же можете поделиться этим видео со своими друзьями. Но сейчас будут фото лучших поделок, которые вы присылаете в нашу группу ВКонтакте. Желаю вам отличного настроения, до скорой встречи!